Сегодня я скажу слов о сравнении станков для изготовления отливов и доборных элементов покровли американского производства «Сапка» и «Ван-Мар». Преимущества станков такого типа. Станки легкие, мобильные. Нет проблем перемещать с объекта на объект и тот, и другой станок. И тот, и другой станок не царапают крашеный лист за счет наличия резинки на гибочной балке. Но при своей схожести станок «Ван-Мар» является менее прихотливым в эксплуатации, более надежным. И в процессе эксплуатации в него вкладывается гораздо меньше средств общасти по сравнению со станком «ТАП». Предлагаю по пунктам пройтись, сравнить эти станки. Первое, наибольшее преимущество станка «Ван-Мар» – наличие на механизме прижима эксцентрика. Что это значит? Не требуется регулировка усилия прижима прижимной балке. Например, вы работаете с листом 0,45 мм. Завтра вы работаете с толщиной 0,55 мм. Вы помещаете лист, опускаете балку. Чем ниже вы балку опустили, тем лучше дожаловать, где готово. Настройка усилий не требуется. Износ практически нулевой. Возможно, раз в два-два с половиной года вам придется менять пленовидные подкласски и пружинки, которые удерживают балку на весу. Данный узел практически неубиваемый и малоизнашенный. Для сравнения, такой же узел на станке так. Представляется собой кулачки. Кулачок верхний, кулачок нижний, соединенный между собой втулочки. Данный узел требует постоянной настройки, регулировки, особенно при частой смене рабочей толщины. Данный узел подвержен быстрому изношу и требует замены в среднем от 6 до 8 месяцев при интенсивной эксплуатации. То есть за этим узлом нужно постоянно следить. Если не доследить, то вы можете получить неравномерный угол по рабочей длине сгиба. Далее. Ручка на запорную балку. И само устроится запорная балка. На станке вануар запорная балка представляет собой... Ну, скажем... Балка является цельной, без разреза. Балка крепится к хому. И ручка на защёлку. То есть при интенсивной работе вероятность растрелкивания ручки, балки, хомута, она практически сводится к нулю. То есть данный узел крайне надёжный и вероятность, что в будущем вам потребуются данные запчасти, практически нулевая. Для сравнения станок с тапкой. Поскольку ручка запорной балки на самке тапка защёлки будет, то ручка, запорная балка, данный болт довольно часто выходят из строя. Балка имеет вырезы по своей длине, ручка крепится болтом. Это явная болячка, назовём так, этого станка. Стоимость запчастей существенная и не всегда они бывают в наличии. Этим обусловлено... То есть этот узел требует бережного отношения, постоянного внимания. Далее. Глубина подачи станков. Глубина подачи на станке тапка составляет 480 мм от линии гиба. Для сравнения. Модели станков OneMark имеют глубину подачи 52 см. Казалось бы, 4 см, но бывают нестандартные гендолы, заказ, на которые, возможно, вы вдруг можете получить. И этих 4 см вам крайне не хватит. То есть станок OneMark позволяет перекрыть практически 95% всех доборных элементов, отливов, любых типоразмеров, которые есть на рынке. У станка тапка есть некоторые ограничения. Далее. Если вы перевозите станок постоянно с объекта на объект, у вас стоит задача постоянно быстро разобрать, собрать станок, настроить его, подготовить к работе. Посмотрим стойку от станка OneMark. Стойка оригинальная, американская. Всего 4-3 винта крепления с каждой стороны. То есть время, чтобы забрать, разобрать стойку и поставить станок, составит буквально минут 5-7, не более. Это раз. Во-вторых, если вам не хватает жесткости, устойчивости станка, то на каждой ноге в стойке существуют металлические пятачки, за которые вы можете прихватить станок в пол и обеспечить его 100% стойкость. То есть станок не будет расшатываться абсолютно надежной конструкцией. Для сравнения, тот станок представляет собой, ну, назовем такой вот, вариант козла. То есть пятачков для прихвата, для обеспечения жесткости нет. Для сбора стойки потребуется, правда, 3 больше времени. То есть 20-25 минут на сборку станка, что в условии ограниченного времени достаточно неудобно. Далее. Возвращаемся к балке. При закрывании прижимной балки, крышки стоят в официальном положении. Если вы огибаете широкую полку на листке, она может ступереться. И, что неудобно, второй приходится изменять или конструктив, или порядок гибов, ну, достаточно неудобно. На станке One Mart, поскольку закрытие прижимной балки происходит от себя, то в рабочем положении ручка находится не в вертикальном положении, как на станке ТАП-Н, а несколько таком наклоне, ближе к горизонтальному. За счет этого нет ограничений по подаче листа при его гибком станке. Возвращаясь к вопросу, кому можно порекомендовать станок ТАПК, кому можно порекомендовать станок One Mart. Скорее всего, ТАПК можно порекомендовать старым пользователям, кто эксплуатирует ТАПК 5-7 лет, у кого есть ноги, у кого есть уже роликовый нож, но изнасиловать существенно гибочную часть. Дабы не пускать запчасти и не менять отдельно запорную балку, отдельно гибочную, все остальное, возможно, есть смысл поменять всю гибочную часть в поре, на этом остановиться. Или же, если, скажем, касаемо One Mart, One Mart можно рекомендовать новым покупателям, либо тем, кто просто устал вкладывать свои средства в запчасти, в One Mart, и их искать. Наверное, вот так и так. Продолжение следует...